В лесопарке у Большого Люберецкого карьера прошла встреча с жителями. На этот раз участникам встречи предложили обновленную концепцию благоустройства территории после внесенных изменений по желанию населения. Проект охватывает более 30 гектар лесного массива. Тему продолжит наш корреспондент. Лесной зоной пользуются жители двух городских округов – Люберцы и Дзержинский. Инициаторами встречи были представители администрации городского округа Люберцы. После обсуждения первого варианта концепции благоустройства лесопарка, которое состоялось в конце мая, у жителей остались вопросы. Один из них – разведение пешеходной зоны и лыжной трассы. Наши спортсмены подсказали нам ту оптимальную лыжню, которую и для них нужно продумать, и для того, чтобы развести потоки пешеходов и лыжников, чтобы они между собой никак не пересекались. Естественно, были некоторые дорожки, которые пересекались как у пешеходов с лыжниками, так и с технологическим проездом. Сейчас это как раз разведено, и лыжня не заходит на территорию технологического проезда. Также жители волновали вопросы сохранения живой природы. Концепция благоустройства выполнена с минимальным вторжением в экосистему. Никаких массовых вырубок деревьев и возведений строений здесь не планируется, а тропиночную сеть обустроят с сохранением корневой системы. Обеспокоены все деревьями живыми, что если будет благоустройство, затронутся корни. Глава сказала, что ни в коем случае не пострадает ни одно дерево, и корневая система вся будет обходиться вручную. Будет составлены акты лесопатологического обследования, в результате которого будут выявлены аварийные деревья, больные деревья, высокостойные деревья. Эти акты точно также пойдут на согласование в Комитет лесного хозяйства Московской области. И только после согласования официального комитета они будут включены в состав пол, и пол опять пойдет в экспертизу. То есть тут достаточно длинный процесс утверждения этих актов. Жители используют этот лесопарк как зону для занятия спортом или тихого отдыха. Для них в проекте предусмотрено строительство детских, игровых и многофункциональной спортивной площадок, а также включена территория для выгула собак. Одним из вопросов, который волновал население городского округа Дзержинский, недостаточная информированность о концепции благоустройства лесопарка, особенно о внесенных в нее последних изменениях. В последней концепции, которую мы попросим коллег тоже выложить у себя, это как раз по результатам обсуждения месяц назад, мы убрали оттуда все, что касалось веревочных парков и других павильонов. Остались только павильоны на входе, повторюсь, туалет, комната матери и ребенка, пункт охраны. Осталась трибуна, многофункциональный павильон, который является пунктом проката в том числе. Остались детские площадки, остались спортивные площадки, зоны для собак, пешеходные дорожки. Все, что имело хоть какое-то отношение к коммерции, на данный момент из реализации исключено. Жители интересовались камерами видеонаблюдения и безопасностью лесопарка. После того, как концепцию проекта окончательно утвердят и одобрят, приступят к первому этапу работ. Мне, во-первых, это очень нравится, потому что этим давно надо было заняться. Объясню, почему. Во-первых, дорожки. Самая первая больная проблема, потому что я гуляю в лесу ежедневно. После дождя выйти невозможно. Это проблема. Второе – видеонаблюдение. Конечно, оно нужно, потому что это безопасность. Третье – освещение. Мы в большинстве работаем. После работы в осенне-зимний период гулять сложно. В лесу, очевидно, есть проблемы. И я очень надеюсь, что это благоустройство их решит. Конечно, хотелось бы большую часть леса сохранить как лес, сохранить и грунтовые дорожки, а делать только там, где это необходимо. Я очень довольна, что мы сегодня встретились. Очень довольна, что люди действительно пришли и задали все вопросы, которые беспокоили. И согласны, и не согласны. Надеюсь, что мы уверены практически, что мы ответили как раз и сняли все опасения, что мы не будем рубить живые и здоровые деревья. Поступили очень конструктивные предложения, действительно, на которые мы обратим внимание в рамках изменения концепции.